Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Touch Incorporated! Вескер с вами на связи! И сегодня мы с вами продолжаем проходить Shadow Tomb Raider, она же тень расхитительницы гробниц. Вчера вышел эпизод с его дочим, с его романом, с его пикапом, я даже сделала это пара, семь шортсов сделано. Я знаете, чем больше удивлен? Почему-то в мире нашлись люди, которым не нравится пикап-ионы. Реально, вот реально я этого не понимаю. С точки зрения информативности, мне настолько понравился момент, где Иона и Эбби общаются между собой. Ну это реально естественно и видно, живой диалог. Да, они там с паузами, конечно, ну на то и понятное дело, чтобы мы там могли отвлекаться и их потом не услышав весь диалог. Но мы послушали, мы записали с вами, нарезку сделали даже, с комментариями. Но почему-то нашелись от семи до девяти человек, которым это не нравится. Походу я теперь точно знаю количество хейтеров в моем канале. Привет, хейтеры! Этот эпизод посвящается вам. Мне наплевать, что вы меня хейтите, но мне не плевать, что вам не плевать. А это значит, я буду наслаждаться этим в хорошем ключе. Потому что я считаю так, ну формально по жизни всегда прав. Статистика, это чисто голая статистика, это даже не личное суждение. Спросите любого, кто со мной хоть раз жизнь имел дело, они скажут одно и то же, он всегда прав. А если этого не скажут, то они хотя бы дадут понять физически. Без обид. Ну реально статистика, что я с этим поделаю? Очень низкая вероятность, что я где-то буду неправ. А если я где-то буду неправ, то это я сам признаю обычно. Но реально приятно видеть, что есть хейтеры на канале. Вроде канал маленький, а хейтеры уже появились. Это да, знаете, о чем говорит? Это то, что вы идете на правильном пути. Наличие хейтеров на канале говорит о том, что вы все делаете правильно продолжать в том же ключе. Потому что не бывает, как говорится, хорошего канала без хейтеров. Ну это физически невозможно. Это как инь и янь, добро и зло, материя и антиматерия, большой взрыв и шиза религиозная. То же самое и здесь, то же самое и здесь. Главное, баланс. Я видел ты стоял, я видел ты стоял. Вы видели? Сбоку, если нет, пересмотрите. Так, в прошлый раз мы с вами пушечку взяли хорошую. Кстати, у меня даже немножко проседает. А че так потемнел-то? Или это у меня из-за света, что ли? Может это то, что у меня светится? Че? Я же вроде золото добыл. Разве нет? Я буквально прошлой ночью там лазал, золото добывал. Ну вот, двигатель сдох. А где весла? Они в доме. Даже спрашивать не хочу. Ну смотри, может мы сложим вот так ладони и получится? Томас Сартета, живо лезь в воду и начинай плыть. Моя любимая майка. Тебя в ней похоронить? Ну ты его и так похоронишь в каком-то смысле этого слова. Нет, ну реально она его похоронит. Мне очень нравится, кстати, колорит. Латиноамериканский колорит, это нечто. Обожаю, обожаю это. Так. То есть получается каждый раз, когда я... Или она все-таки добыта уже? А, нет, она добыта считается. Она считается добытой, это хорошо. Она так плавно плавает у меня. Ну, с монолитом я вроде как более-менее разобрался. Мы знаем, где теперь эта зона находится. И проблем быть особо не должно. Больше. Я только не понимаю, почему золото отметилось на карте. Я же его забыл. А, все. Ну и отлично. Так, у нас тут сегодня несколько задач... Задача первых разобраться с грабителями. Это доброе задание. Этим мы сейчас займемся. И параллельно изучим вот эти пары дополнений. По крайней мере потихонечку. Потому что, ну, помните, мы занимаемся там с этим товарищем Алм... А как зовут этого гробного идиота? Я забыл не к идиоту. Так. Так. Вот так вот сделаю. Кстати, а почему так... Раньше... Вот так вот. Во. То есть, он какой-то... Темненький. Слегка. Вот так вот. Так. Или можно сначала в катакомбы зайти? Она сама, в принципе, по пути одна будет. Давайте сразу туда заодно и заглянем. Чего нет-то? Может, что полезного найдем. А может вообще выйдем, кстати, с другой стороны только. Почему бы и нет. Дыша... 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 О, здрасте. Это я заберу. Столько бочек. Это, походу, детский лагерь. Ну, в смысле, здесь они отдыхают. Да, Артека, конечно, им далеко, но... Хотя, откуда мне сдать? Я в Артеке никогда не был. Ну, это мечта всех советских детей была. Потому что там приезжали дети зарубежных чиновников-коммунистов. И все могли пообщаться, сделать карьеру. Вот так вот был карьерный вид в свое время. Ну, если ты хорошо умел общаться. Кто-то перегородил путь. Не страшно. Так... РБА. Вот и готово. Больше ничего нет? А если найду? Так... Возьму с собой его. Зажигать пока не буду. Нет смысла. О, потемнело-то. А, паук. Я думал, что-то такое ползает сияющее. Ого. Надеюсь, это были грибы. А вот это вот интересно. Так, что ты, Лара, рассказывай? Пусть Вайта утолит свою жажду власти, когда мы пойдем за ним в загробную жизнь. Интересно. Самое короткое описание из всех, что попадалось. По кетчуанскому языку. Кстати, может быть... А, нет. Эбби Ингтона. Хотя, Вали Кетчи у нее тоже в Радону Бэйлы были. Так. В чем подвох? Нет подвоха? Похоже, мост развалился. Не страшно. Чёрт! О-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ого-ло-ло-ло-ло-ло. Боже мой, нет! Боже мой, нет! У-о-о... Ха-ха-ха-ха! Мне сейчас вообще повезло. Я хотел сам прыгнуть, там зацепиться и перелатеть, но мне не позволили. Походу, поняли, что я плани... Так, это тоже сейчас свалится, да? Город трупов? Эта комната пострадала меньше, чем остальные. Красота. К ларцу добрались сразу. О, гигантские змеи. Карта обновлена, особое место. Что там у нас? Ну, давай, показывай, что там. Реликт сапоги девяти шагов. Серьезно, опять сапоги? Я не люблю эту латежку. Если только это не бежевые брюки. Если это бежевые брюки в реальности, да еще бы. Это было бы шикарно, но это не оно. Так, как мне теперь выйти-то отсюда? На вас, что ли, залезать? А-а. Точно не на нее. Не на него. Ну, тут должен быть выход какой-то. Ну, здесь все застроено. Значит, мини сюда. Единственная дорога, это вот сюда. Ну, или в шею копье бонзить тоже, как вариант. Или в уху-то попало. Там, слышишь, было темно, я не видел. Напишите в комментариях, куда попало все это дело. И в уху, или в шею. Я не совсем увидел. Ну, у меня реально, вот за света экран немножко темнит. Вот у меня настоящий темень. У вас светло. Ну, я у вас смотрю здесь со стороны. У вас реально светлее, чем у меня. Так, как мне отсюда выбираться тогда, получается? Понизу не пройти. А, хотя, стоп, есть, 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 есть. Ну-ка, давай, Калара. Видите, тут периметр. Тут есть за что зацепляться. Я полагаю, нам вот сюда надо. Ну-ка, попробую. Нет. А, нет, в шею, в шею. Все, я увидел. А, подожди, а куда мне тогда соваться-то? Местные боги сидят себе тут. О! Тоннель. А, нет, инкодель. Блин, так от тебя я ни хрена не вижу. Получается, выход здесь должен быть тогда. Надо отыскивать. А я его не вижу тоже, опять же. Получается, мне сверху куда-то надо лезть. А я не понимаю, куда. Давай, залезай. Можешь мне концентрат этот выпить местный? Так. Вот это уже вроде как получше должно быть. Но никакого ощущения и никакого эффекта. Может, тайных дверей тоже нет. На алтарь не залезешь. Так, а как мне отсюда выбираться-то? Разве что вон туда как-то раскачаться со всей дури. Во, да. Так. Все. Я правильно увидел эти штуки, но я думал, там по низу больше раз надо было пролезать. Вот как вот так. Подобие. Так. Главное, чтобы мне ничего не кидали, потому что я реально ничего не вижу. Ай. Так. Залезаем наверх. Теперь раз... Вот. Там чьи-то глаза. Либо это текстуры такие, либо там чьи-то глаза. Я буду надеяться, что все-таки... О. Там какой-то документик валяется. Вот это и заберу. А, это золото. Так. Залезаем. Не совсем уверен. Мне вот сюда лазать? Нет. Так. Куда она у меня? Теперь ее на пику понзили. Красота. Где ты у меня? Ага. Так. А куда нам теперь, Ларуся? Точно не сюда. Вот же загадка века. Вот реально. Вот это вот интересная локация. Настолько интересно, что я не понимаю, где что здесь делать. По-хорошему, мне надо бы, видимо, вон туда. Но я реально не понимаю, как мне туда допрыгнуть. Надо что напрямую прыгать, но она свалится. А, все. Слушайте. Вот все, выбрались. А тут реально, что ли, никакого документика даже не было? Хотя, в принципе, наверное, полна народу ходила. Вот это, на всякий случай, подожгу. Мало ли, может, что-то какое-то... Ну, если не считать вот этой... Статуи Инковской. Ой. Ой. Какой свет. Слушай, что со светом такое? Я не могу понять. Так, все. Теперь адекватный, вроде бы, свет стал. Подождите-ка. Нас нормально вообще со светом ему понять? Поделить отображение... Ну-ка, параметры этих гляну-ка. Какая... Вот. Что значит, по выбору у меня была какая-то? Я не понял, что случилось, но почему-то такая конфигурация. Инвидия. У меня сегодня обновлялась Инвидия. Причем, я с трудом возился с нею. Это объясняет. Это все объяснимо. О, золото. Вы хотите сказать, что это база для школьников, и никто из них золото здесь не достал. Я в жизни не поверю. Я в жизни не поверю. О-о-о. Поднимаемся, поднимаемся. Так, теперь проход. Вот он. Мне, кстати, нравится, что здесь вода реально мутная. Так, отлично, выбрались. Они золото не достали. Тут буквально золото валяется под задницей. Они не стали доставать. Ванчо, у меня не получится. Слышала? Они теперь и детей заставляют работать. Слышала. Бедный Павл. Мы должны что-то сделать. Эти парни довели Марка до того, что он едва может ходить. Если мы не вмешаемся, все станет еще хуже. А, все. Двиз диалог ваш. О, еще документик. Привет. Мисс Ортис, спасибо за ваш недавний запрос. Индекс качества воды и КВ был рассчитан для участков реки в районе деревни Кувакьяку на основании предоставленных вами образцов. Результаты показали, что на данных участках реки вода плохого качества. В ходе исследования обнаружено сильное влияние таких факторов, как отложение ила, загрязнение химикатами и тяжелыми металлами. Мутность и содержание твердых частиц выше допустимых норм. Воду с сильной непрозрачностью, мутную воду, нельзя использовать для питья, а высокое содержание твердых частиц указывает на то, что ее нельзя применять и при поливе, поскольку это приведет к повреждению структуры почвы. Скорее всего, что на данных участках реки уже невозможно ловить рыбу, и это отрицательно сказалось на уровне жизни местных жителей. Кроме того, показатель pH воды сильно щелочной. Это указывает на то, что вода в реке загрязнена химикатами. Сильно щелочная вода, жесткая вода, обладает разъедающими свойствами и может повредить водопроводные трубы и одежду. Высокий уровень фторидов в воде может стать причиной заболеваний, таких как флюороз зубов и скелета. Присутствие патогенных бактерий, таких как сальмонелла, также представляет опасность для здоровья местных жителей. Прекрасная водичка от государства, не находите ли? Перейти на здоровье. Поток свежей смерти! Вот реально, гребень зараза. Ой, за качеством воды надо следить, а они... только плюют на это все дело. О, это я возьму, потом продадим. Так, тут есть что на запас? О, всегда Штайнбеда найдется. Милый, курятник, кстати. Так, мне куда-то сюда идти. Я тебя раньше тут не видела. Я только что пришла, но ненадолго. Ха, не смотри на внешний облик. Тут хорошо жить. Трудно, но хорошо. Кажется, твой сад пережил бурю. Хм, удача и тяжкий труд. Много людей над ним трудилось. И они пришли его защитить. Понятное дело. В конечном итоге Сатан обеспечит сквейсию продуктами постоянными. Это самое главное. Так. Ни с кем из вас больше говорить не надо? Прекрасно. Идем. Поставим сначала бандитов на место. Потом пойдем в следующую гробницу. То что, в прошлый раз начал этот квест. Сейчас все советовали, не связывайтесь с этим имбецилом, но... Почему бы нет? Кичуанский. Это посвящение Супаю, богу смерти и правителю Укупачи, мира мертвых в мифологии инков. Оно призывает его прийти именно сюда, со своими легионами демонов, чтобы местные люди оказали ему почести, прославив его величие в стихах или предложив ему приношения в виде еды и напитков. Люди надеются, что тогда он будет забирать только тех, кого должен, и не причинит вреда остальным. Походу, жертвопродушения давненько не приносили. Вот он здесь бесился с рекой, бандилгами и всеми стали ли... Сейчас всегда что-то, наверное, говорить. Ну, а с ними начнут, ну, не страшно. Фоткаем, 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 фоткаем. Уходи отсюда. Спасли Пабло. Так, давайте я, во-первых, посмотрю на эту зону. Так, я так полагаю, это и есть этот самый объект, да? А, стоп, подождите. Я сейчас буквально в нашу задницу выйду. Мне не нравится этот звук. Может, досташь тогда на конец? Простите, я не знаю, что еще в вашейне отметить. Я не могу заставить людей быть громадными. Но, я думаю, есть способ заставить... Черт! Вот и готово. Я думаю, можно не тратиться. Так. Прекрасно. Так, создание гранат. Пусть повеселится. Так. Нет, это надо там, видимо, делать. С этой стороны я не прицеплю, только для спуска. Ладно, давайте повеселимся. Какая рана! Оставаться не стыдно! Что ж? Отлично. Надо вернуться в деревню. Так. Все остальные живы? Есть кто раненый. Собирайтесь и возвращайтесь в деревню. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я считаю, что не нужно было мелочиться. Взял, сделал, готово. Так. Кошачий кокоть. Тревовидная красота. Ничего не валяется нигде? Надо проверить. Это лагерь. Здесь наверняка есть какой-то документик. Но не может быть лагерь без документика. Ну, не бывает такого. Всегда есть документик. Скорее всего, я его упустил, да? Ну, ладно. Если что, скорее всего, найдем рюкзак археолога. Он нам подскажет, где тут что. Пойдемте тогда внутрь. Так. Тук-тук. 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 О-о-о. Этот нож – дешевая пластмассовая копия тех, с помощью которых приносили в жертву лам на Инти-Райме – праздники в честь бога солнца. Кроме того, иногда их применяли для трепанации черепа. Инки верили, что проделав отверстие в черепе, можно уменьшить давление в нем и таким образом вылечить человека от некоторых заболеваний. Формально они правы, кстати. Некоторые заболевания реально так лечатся. Но не делать это никогда самостоятельно. Обращайтесь к хирургам и специалистам. Трепанация иногда работает, но это крайне мера. И к ней, конечно, редко прибегают. Но, к примеру, бывают болезни, когда между серым веществом и коркой образуется, ну, что-то вроде слизи. И я не эксперт, поэтому поправьте, если есть медики. Из-за чего возникает таксообразное внутрошерпное давление, надувание. То есть, ну, накопление влаги или как-то правильно выразится. И порой приходится сливать все это дело. Редко такое, конечно, делают, но есть такое. Так. Теперь наверх пошли. Так, неплохо. Я по верху пойду. Там наверняка же что-то интересное есть. Я тебя видел. Это что? А, это банки. Больше ничего нету? Вроде больше ничего, ладно. Банки, банки, банки. Прятки, прятки, прятки. Больше ничего. Ладно, идемте. Сколько же трупиков валяется. Так, зайдем на карту посмотрим хотя бы. Ну да, мы недалеко, по сути, от места. Че так медленно. Че так медленно? Че вам подвох был, Лара? Хе-хе-хе-хе-хе. Я и че подвох... Ой, вибрирует все. Так вибрирует-то все. Он реально вибрирует. Он реагирует на каждое движение. Ну, мы разобрались. Так что теперь нам осталось только... Ой, сейчас как подлагнуло. Так, ладно. Вернемся сейчас в деревушку. Я тебя раньше тут не видела. Я только что пришла, но... Так, кому идти? Туда, давайте сдавать. Звучит глупо. Так, у этих двоих как дела? Ну? Горы-любовнички. Вас все заминусовали в большинстве на канале. Что так? Давайте покляюще чайку пейте. Ну, реально, ребят, мне немножко расстроило, что никому не понравилось то, как они общаются. Это реально хорошая модель поведения. Пабло рассказал, что ты сделала. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо тебе. Не за что. Знаешь, много лет назад, когда мой дед был еще мальчишкой, сюда приехали люди, чтобы вырубить лес вокруг деревни. Все испугались им перечить. Все. Кроме моего деда. Пятнадцатилетний парень с пистолетом без патронов встал на пути у машин и мужчин в два раза больше него. Иногда отвага одного человека может перевесить трус из десятков. У меня остался его пистолет, тот самый. Я хочу, чтобы ты его взяла как символ храбрости и моей благодарности. Ты не хочешь отдать его Пабло? Мой мальчик хочет стать врачом, как его мама. Напомни, как тебе зовут? Лара. Лариса Крутова. Теперь мне будет, что рассказать, Лара. Спасибо тебе. Скопа. Спасибо. Спасибо, ребят. Как у вас дела? Кстати, знаете, вот эта вот одебаться, она реально вот как разговор вот такой вот на фоне. Меня она, знаете, что очень напоминает? Она напоминает мне Lost Viadobus. Вот прямо один в один. Мне только не хватает вот швыха, такого звука. Швых и выбор диалогов. Вот реально, вот этого не хватает. Все остальное прям вот будто я оказался в Lost Viadobus. Теперь мне будет, что рассказать, Лара. Спасибо тебе. А ты как, мальец? Так, что у нас с вами под предметом? Мапиар. Давайте глянем, что это у нас за красотка. Скопа. Вспоминаю, наверное, я не смотрю. Сейчас глушаком побегаю. Мне проще. Мне он нравится. Так, а тут у нас пока только одно очко. Ну, тут я, в принципе, сейчас его вообще нигде не применю. Будем копить. Шараш, пошли в следующую гробницу по соседству. А, давайте к этому, мистер Эскадуру, Эскадубире. Зайдем и прибьем ему рожук. Он-то со мной футбол вроде смотрит. Мы оставили его без людей. А, он теперь не смотрит вообще ни черная. А его вообще нет, он сбежал. Видимо, понял, что с мисс Крофт нет смысла спорить и ссориться. Так, теперь нам вот сюда получается. Девушка-механик. Мне нравится. Какой шикарный рынок у них тут. Мне будто отмычку бы найти только бы, а отмычки нет. Я не знаю даже, как ее делать, кстати. А вот реально не знаю, как отмычку делать. Кстати, тут же еще и испытание есть. Нельзя забывать. Давайте сначала вот это сразу заберу, а она с армориадом. Тут только перебежками. Ладно. И мне сегодня не нравится, что здесь полно бочек. Очень много бочек. Так. Вдохни поглубже и найди меня под носом другого. Так. Вы у нас про что будете? Вроде адекватный. И язык потихонечку прокачали. И язык потихонечку прокачали. Так. А это куда ведет дорожка? А это походу и ведет нас, да? Да, вот она здесь как раз таки проходит у нас. Давай, Лара. Так. Это рекламная модель нефтяной вышки, сделанная из дешевой пластмассы и меди. На ее основании логотип компании Парвенир. А где? Что-то я не вижу логотипа. Ну-ка. Игрушка красивая, я не спорю. Я не вижу никакого логотипа. Так. Может тут что-то есть еще? Давайте посмотрим. Не, тут ничего нету. Так. Тогда давайте разбег... Так. Спокойно, Лара. Перья надо брать тоже. Молодец. Молодец. Так. Возвращаемся к нашей головоломке. Вдохни поглубже и найди. Вот. Вот. Нашли что-то. Так. Ого, удачи. Ого. Вздох. Вдохни поглубже. Ого. Вот чего не ожидал, так это срез Вы знали об этом? Я не знал Ну ладно, здесь есть срез Это успокаивает, в каком смысле Что мне тогда тут выискивать? Ааа Нет снаряжения То есть А это получается как штурмовая винтовка Допустим Под водой я был Все же я не совсем понял по поводу монолита Вдохни поглубже и найди меня под носом другого Странно, конечно, все дело Ну ладно, допустим Может я реально что-то не увидел Ну проход я нашел О, стоп, 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 что-то было Открыта тайна монолита Исследуйте мир, чтобы найти все монолиты и открыть их тайны так и что я за тайну нашел без понятия тут есть еще несколько зон несколько руин тут фреска можем туда в принципе пройти карта огромна и судя по зоне здесь реально есть что мне поизучать если на большой открытый мир это мне нравится а тогда нам с вами сконцентрироваться на чем-то одном можем принципе пока поохотиться здесь текущая цель не надо туда а значит могу в принципе сейчас пока пойти по лесам эти по лесам исходим заодно повеселимся подобываем шкулы да я знаю надо по сюжету торопиться сейчас я не вижу смысла странное место пекарь так отлично подать сюда да и берусь к место против спокойно и значит можно лазать собирать здесь все полезно почему бы нет нет места ничего не могу взять а вот тут много обглоданного рядом гробниц испытаний а это она по пути есть ну давайте как раз таки гробницей будет да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да я в курсе в курсе в курсе сейчас будет какая-нибудь дикая кошка которая захочет меня сожрать убежал молодец а быть поаккуратнее если вдруг выскочит леопард я его разрежу на запчасти ничего не могу взять а у тебя у тебя и так запомнилась да красивая гробница пасторальная живописная жуткая для открытия требуется новое снаряжение это скорее всего альтернативный путь и так полагаю а это о вот это мне надо вот это уже другой разговор о я так и знал что там что-то было ну ладно хотя бы тайничок нашли еще один прекрасно есть над чем поработать так а тут я пройду сам ну подавайте попробуем а все правильно ну в принципе да это гробницы есть а внизу что-нибудь есть ну конечно что-нибудь есть да ладно у меня что запас быть того не может ладно запчасти видимо уже тоже переизбору давай русалка наша надо заниматься продажа ресурсов местечко так себе я скажу вам пусть немножко концентрация у меня побудет неизвестная территория гробницы испытаний он тут фреска должна быть рядом да она вот здесь буквально hello так вы со мной молодой человек идите спуск по веревке нажмите лт чтобы спуститься по веревке так какую задницу я решил залезть так 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 это необычная анимация смерти мне нравится только красочные не сразу съедает Так, тут собачки у нас, да? Песики, вы же там внизу, да? Это хорошо Мне спускаться к ним нельзя О, тебя я возьму Так, подожди, а куда мне тогда? Раз, что сюда только Подождите, а куда мне? А, наверное, вот сюда Да Так И где эти шавки? Они там где-то, да? Забираем все, что найдем А, во Стены пористые Через них сочится нефть Ненавижу собак Так, все Где? Вот они Ах, вы заразы Есть, вот тебе Комбо-убийство Ненавижу этих собак Так Где у вас собака? Ага, вижу А ну иди сюда Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Вот зараза А ну иди сюда Черт, сожирились собаки Я не могу приселиться Адекватно Можем пистолетами пользоваться Вот они А вот-вот-вот-вот Есть Да зараза такая О-о-о-о-о Черт, пожрали Песики Вот они я нажал видимо вы слишком рано скажите пожалуйста ты их вообще никакие патронтажа не берут ну иди сюда феникс не наделанный я тебе доваляю она иди сюда иди сюда иди сюда недоделанная шавка все наставали со здоровьем да вы их разделать ненавижу собак ненавижу и тут еще валялся в общем изучаем все потихонечку здрасте вы что у нас будете когда раздастся вой пещер воин должен спуститься вниз и облегчить их страдания если один не пожертвует собой погибнут все кровавая цивилизация почему кто-то тоже вообще хоть кем-то жертвовать это бред каждая жизнь важна и цена так молодец где мы заберем стрелы на дороге не валяются ну ненка тут валяются конечно вот только не упади пожалуйста старейшины деревни нас обманули под землей нет никакого зверя вой который мы слышали оказался всего лишь шумом ветра в небольшой пещере выходящий на поверхность как же долго они пользовались нашим страхом как только я выберусь из этой инфернальной потагонки клянусь они у меня подавится своей ложью видите стоит только религиозному человеку узнать правда он начинает думать как мило мне это нравится вот до чего религия доводит а куда дальше это сюда или куда вот сюда наверное да а сюда не видно вот у меня и как чуть темнее чем вот здесь вот я вижу это тут я выжил потому что мне немножко осветляет он как бы то нормально о лагерь наконец-то два навыка вода час убирать что есть мудрость совы подсветка объектов связанных с испытаниями в режиме инстинкта выживания объятия пумы повышать сопротивление урода на симу противника на короткое время после лечения толку на пустой тротуаре не будет скачем между сильными выстрелами не вижу смысла финт пумы увернувшись от атаки не бронированного врага вы видите его из строя контратак и вот это интересно ладно допустим что ты еще есть серии убийств это очень приятно бонус я бы сказал бы это вот костюмов не то не надо тиши и змей используйте снадобье концентрации чтобы ускорить реакцию ларис замедлить время при прицеливании яда спида стрелы приманки стрела прикрепляет внимание врагов а после активации убивает их обломками ядовитого газа перекрыва линия обзора слушать это хорошая штука гнездо аспида толку 0 и да у меня и так с этим проблем нет власть орла продолжение реки животных это хорошая штука на я пока охотник змето к себе савиное зрение полезная вещь более выгодные цены и так с ними проблем нет слушать вот сейчас пока выгодно либо подсветку брать либо подсветку либо приванку аспида ну еще серия так приванку аспида может взять с одной стороны в принципе это неплохо ядом тем более этих ядом сколько уже пособирал хотя пользоваться надо потихонечку с одной стороны с другой стороны серия так убить несколько тварей за раз очень интересного есть блеск змеи давайте вот это возьмем пусть будет приманка аспида чтобы использовать чтобы выбрать лук удерживать рб чтобы изготовить стрела приманки необходим бесшумные стрела ткани яд эти стрелы привлекают врагов и не тонирует их при приближении выделять ядовит облака газа вот это реально стоящие давайте попробуем так вот они по одной штучке судьи готовит всего две стрелы так а где мы с вами сейчас не подождите вот вижу так а тут что у нас вот он древний бог войны и смерти майя он такой древний что по слухам существовал еще до начала времен обычно его изображают абсолютно черным и беззубым о нем мало что известно только то что он любит курить вонючие сигары интересно что он также изобрел барабаны пока все логично так этот забрали так по хорошему нам куда наверное сюда а а понял не сразу дошло Тут нужен баланс. Все поощр. Так, это, конечно, очень интересно. Похоже на выход. Не забудьте посмотреть предыдущие эпизоды и подписаться на канал. И посмотреть, пожалуйста, предыдущий шорт наш, который вышел сегодня. Ну, точнее, вчера. До скорой встречи, все пока, удачи. Увидимся. А, и напишите, как вы хотите прибить этого гребаного местного деревенского борода, который мальчишку отправил на каторжные работы. Жду творческих изъяснений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан